всем добрый день это питомник роз Полины Козловой у нас уже практически последние дни октября 2019 и вот я стараюсь показать как выглядят розы которые мы высадили это новые сорта порядка наверно двух недель назад вот на них уже вот такие вот красненькие почечки сейчас следующее покажу росточек даже бирка видна металлическая которую я как контрольку вешаю на каждый саженец если вдруг там родная бирка оторвется в земле все это показывают для чего очень много вопросов сейчас причем из всех регионов кто получил саженцы или кто купил их на рынках магазинах что-то уже на улице холодно саженцы посажены и вот на них идут новые почки новые листики что же делать обрывать или не обрывать в общем вопрос все по этому поводу так что делаем мы мы естественно ничего мы не обрываем сейчас попытаюсь объяснить почему они растут и что вообще происходит когда вы сажаете розу и она у вас даже осенью холодные начинают давать вот такие почки это нормально почему потому что за лето земля прогрелась и она еще не успела остыть она не может остыть очень быстро и даже если на улице холодно земля глубине все равно теплее то есть вы посадили розу корни находится благоприятный такой влажный и умеренно теплой почве они начинают всасываться новые корешочки растут роза приживается это хорошо собственно этого вы и добивались и естественный процесс роста это когда почки появляются на веточках то есть этим самым роза сигнализирует что она живет растет и будет расти дальше трогать их не нужно эти их не нужно обрезать ничего с ними делать не нужно может быть такое что завтра вот не дай бог на стукнет мороз и эти почки замерзнут ничего страшного вот на этом месте где-то почка рядом под корой и вы их не увидите есть две или три замещающие то есть весной на этом месте у вас пойдут новые ветки новые почки потом новые ветки ничего страшного не будет а вот если вы сейчас эту почку обломаете а температура все равно будет плюсовая проснуться вот эти две замещающие может и 3 и тогда уже потом еще будет мороз тем самым вы ветку ослабить и то есть после осенней посадки после того как идут новые почки ничего с ними делать не нужно пусть идут пусть растут сейчас я уже ухожу в более крупный режим практически все вот так вот у нас розы себя чувствует хоть и глубоко мы посадили мы всегда сажаем розы глубоко вот следующий если будет видно я надеюсь они еле-еле эти почечки выходят я люблю глубокую посадку объясню почему потому что роза при глубокой посадке она конечно стартует ну скажем так выходит ветки и новые и новые почки позже но за счет глубокой посадки быстро и много нарастает корневая система то есть у розовый куст он более сильный потом я вам сейчас как пример те кто меня недавно смотрит либо те кто смотрит давно очень внимательно покажу тот маточник который мы сажали весной вот вот эти кусты которые еще цветут кое-где вот они такие достаточно большие они были посажены весной точно также глубоко кто смотрит внимательно видели читали как меня ругали говорили что мы сажать не умеем вот это саженцы посажены без удобрения мы их не удобряли в течение сезона они просто поливались обрабатывались от болезни от вредителей вот такие они красивые хорошие сейчас весной мы их обрежем и уже середина следующего года когда они дадут ветки новые новые листья мы будем их подкармливать по листу и тогда вы увидите надеюсь результат надеюсь мне не надоест не надоест еще снимать я еще буду продолжать это дело так это вот в ответ на вопрос по поводу того почему растут почки растут это замечательно теперь ответ на вопрос какие нужны кустодержатели но по кустодержателям тут одного видео будет мало потому что если у вас рос много и вы хотите чтобы этого все было красиво формы кустодержателей может быть множество я могу рассказать только то чем пользуюсь им и сейчас вот здесь вот на новых посадках мы поставили кустодержатели они не предназначены для конкретного сорта это скажем так охранные кустодержатели чтобы никто сюда не наступил чтобы наши любимые пьесы не завалились на новые розы не поломали почку то есть мы просто поставили сверху это самая простая конструкция проволока по моему 6 миллиметров толщиной длина одной ноги где-то метр-метр двадцать и верхний диаметр кольца вот этого порядка 35 40 сантиметров такие кустодержатели хорошо такими кустодержателями хорошо обнимать узкие розы розы парковые какие-то невысокие флорибунды с узкой формой куста а вообще не мешало бы иметь кустодержатели разной высоты и разный диаметр разного диаметра круга то есть от 30 даже можно наверно 30 и дальше до 70 до 80 сантиметров они взаимозаменяемые то есть какой-то узкий кустодержатель обнимает у вас просто вы понимаете что кусту мало места вы сверху ставите более широкий а узкий потом вытаскивать опять же если вы посадили розу и вы с этим сортом никогда не работали с первого раза вы никогда не угадаете какой кустодержатель ей нужен потому что каждый сорт разная форма куста разный объем опять же по-разному вы можете обрезать то есть тут уже нужно чтобы были как были какие-то замены у нас кустодержатели все примерно одной высотой как три размера высоты метр метр двадцать восемьдесят сантиметров и 50 сантиметров и разные формы разный размер диаметра там 30 40 сантиметров 50 80 то есть ну и опять же чем дольше я смотрю на розы вот тем я теперь кустодержателями очень увлекать я понимаю что все-таки нужно еще и еще именно вот разные размер кольца потому что сейчас селекция идет вперед и в парковых розах есть такие монстры что их даже 80 сантиметровым кольцом не обнимешь то есть они его либо разгибают когда ветки совсем сильные либо розовым уродливо выглядит по кустодержателям я буду показывать еще у нас их много разных форм когда будем выставлять уже конкретно на каждый саженец буду же тогда рассказывать но еще собственно совсем немножко внимания по поводу вредителей как бы это странно не было у нас уже были заморозки вот у нас декоративный блок его всегда сажаем в этом месте вот прям видно у него листья уже скукожились высохли это вот показатель того что здесь был замороз достаточно сильный порядка наверное минус 4 и кажется а уже минус 4 никаких вредителей не будет ага как мы не угадали вот у нас сорт розы называется он red вау сейчас постараюсь приблизить как можно ближе прохладно вечером ночью холодно ну вот она сейчас камера настроиться зелененькая вот она для были вопросы несколько кто же кто-то в южные регионы посадили розы и говорит розу посадили а на листики выпустил этот раз листики стали некрасивые какие-то все истощенные кривенькие что же это может быть вот она это может быть причем вы сразу и можете не заметить или еще может быть такое что вот она вылезла лист как бы испортила а тут прилетели воробьи причем сейчас воробьев летает очень много как бы питание стало меньше они уже летают по садам и склевывают всевозможных вредителей вот она тля вылезла вам испортила розу воробей и склевал вы как бы тлю не видите и у вас возникает сомнение что же такое с розой случилось болезни это вредители скорее всего это тля это самое простое и если есть возможность с ней нужно бороться опять же были такие сомнения что мол уже поздно и препарат не сработает даже если он не сработает на сто процентов то есть он не убьет сто процентов колонию хоть какой-то процент уничтожит ли это будет вам таким очень хорошим заделом на весну потому что весной может быть такое что сначала у нас прохладно прохладный потом резком тепло а вы уже вы как бы еще не будете готовы к опрыскиванию и на вас может скажем то не на вас а на ваши розочки или какие-то другие культурные растения вот у нас собственно разносчик ли видите она прилетела подоила ее то есть остатки жизнедеятельности тли собрала и разлить и разнесла ее на другие кусты так что происходить обязательно нужно сейчас главное поймать погоду чтобы не было ветра и чтобы не было влажности на листе причем происходить не только сам куст территорию под кустом даже я бы еще знаете сделала обязательно баковую смесь от болезни от вредителей потому что черная пятнистость тоже всякие возможные мучнистые розы роз и даже если вы препарат не сработает на сто процентов хоть какой-то процент он вредителей и заразу убьет это будет вам большим по большой помощью большим заделом на весну ну вот опять же еще раз покажу это у нас red wall красивый сорт какие-то розы еще цветут какие-то уже не хотят какие-то еще цветут так сейчас еще покажу это у нас было по верла ой не вру соврала это не было пора это у нас дабл дилайт оберла перла вот еще не распустила свой бокальчик но на заднем плане сейчас подойдут все-таки покажу это у нас аква красивый красивый все-таки сорт все-таки наверно мы все соскучились по такой расцветке потому что переписываюсь общаюсь с любителями роз и понимаю что опять хотят вот именно такие нежно розовые розово сиреневые розовые пепельные расцветки очень хотят опять пестро окрашенные розы прям как-то вот даже по ветре пошло то одно время их вообще не спрашивали то есть они вообще популярностью перестали пользоваться а в этом сезоне прям спрашивали чтобы было пестро окрашенные чайно-гибридные бордюрная и парковые и плетистые все-таки хорошо когда есть маточник есть чего взять материал то что у нас на весну немножко пестро окрашенных мы и сделали если аква красавица постараюсь на следующий год не запустить этот куст хорошо его обрезать покороче чтобы он дал где-то вот куст имеет при среднем уходит уходит где-то порядка 11 рабочих веток вот все они заканчиваются вот такими вот цветами крупными а после обрезки после первого цветения если его укорачивать не сильно а где-то срезать одну третью сверху но цветами освещивая то он выдает еще следующие почки там уже цветы может могут быть немножко мельче но их будет еще больше то есть куст просто облеплен вот такими вот красивыми розочками если учесть что сорт очень хорошо себя ведет именно нашей крымской жаре и очень такой устойчивый то роза очень долго стоит очень такая нарядная красивый нежный цвет кто-то из любителей роз написал что у них у него или у нее или у него ощущение что роза напоминает черничное мороженое красивый сорт опять же вот они разносчики тли и мухи которые не только домашние вот они сейчас на улице живут вот она там посидела здесь посидела так что обрабатывать нужно ну вот пока как-то так будут вопросы спрашивайте а теперь всем спасибо до свидания